Салям алейкум, с вами Крымская Солидарность. Сегодня 4 марта. Мы находимся в поселке Советском возле районного суда, где сегодня будет рассматриваться дело по топчейн Веру Сияровичу, обвиняемого по статье 205.6, статья о недоносительстве. На данный момент возле здания суда находится более 30 человек. Родные и близкие приехали поддержать. Также пресса подала ходатайство о том, чтобы попасть в зал суда. С зала суда непосредственно будет работать адвокат Эмиль Курбединов. О ходе процесса мы непосредственно узнаем после окончания судебного заседания. Его обвиняют в статье о недоносительстве. Я с этим не согласен. Это очень такое обвинение, которое раньше здесь не было. Сейчас пытаются нашему народу это как бы навязать. Вот. Мы пришли с джематом его поддержать и не согласны с этими обвинениями. Я этого человека знаю уже давно. Он на моих глазах вырос. Я вообще не понимаю, куда мы вообще катимся. Мне кажется, что это определенного рода давление на народ, на людей по такой статье. И встречается не первый раз такое уже отношение к людям. Поэтому мы недовольны этим, не согласны тем, что вменяют такую статью. В принципе, мы все считаем, что он не виновен ни в чем. Но вот уже, насколько нам было известно, в следующий раз уже будут последние заседания. Будет уже выслушаться последнее слово. Сторона защиты продолжила представлять свои доказательства. Наконец-то мы допросили эксперта, который по заказу ФСБ, это эксперт-религиовед. Вот по видеоконференции мы допросили этого эксперта. Он явился наконец-то. В ходе допроса защита выяснила для себя, что этот эксперт вышел за рамки своих полномочий. Он четко определил, что именно разрешал вопрос причастности Дададжонова к запрещенным организациям. На мой вопрос о том, вообще эксперт рассматривал ли эти вопросы и анализировал на факт того, что они имеют юридический характер или нет. Эксперт ответил, что таким она не занимается, это вообще не ее компетенция. Она отвечает на те вопросы, которые поставлены следствием, при этом не анализируя вообще юридически это вопрос или не юридически. Ну и в ходе допроса также ответила на другие вопросы защиты. О них я буду говорить уже в прениях. Следующее было, мы допросили Инвера. Инвер высказал свое отношение и мнение по поводу этого обвинения. Рассказал о том, при каких обстоятельствах он познакомился с этим человеком. И также рассказал о дне, когда проходил обыск, что его доставили утром сначала в одно здание ФСБ, потом перевели в другое. И до позднего вечера к нему не допускали адвокатов. На этом сторона защиты и обвинения, собственно, представили все свои доказательства. Следующее заседание, это так называемое последнее слово Инвера Топчи. И сторона обвинений защиты выступит в прениях сторон. Оно назначено на 24 марта на 11.00.